Приехали в сад, забираем остатки урожая, конец октября, уже снег был, но он растаял, розочки так и стоят под колпачками мешков, как привидение. Также еще немного есть свеклы, моркови, вкусная такая она. В домике еще много кабачков лежит, все будем увозить, потому что все-таки зима-то приближается. Одним словом, вырастили борщевой набор, а кабачок-то этот перерос, но ничего, он сохранится, кожица жесткая, ее срезаешь, потом отличная получается запеканка из кабачка. Смотрю, тут еще клубника цветет малиновым цветом. Не взял ее мороз, и вот Анютины глазки такие выносливые, еще цветут, снег растаял, они дальше цветут. Виноград я так и не закрыла полностью, оставила зазор, чтобы он не сопрел, потому что сильных морозов-то не было. О, а горчица зеленеет, ее и в салат можно, я тут не стала перекапывать, наоборот, как бы я посадила для сохранения молодой клубнички. Здесь клубничка молодая посажена. Сейчас жую яблочко, они кажутся вкуснее, чем летом. Хочу рассказать о своей привычке собирать дома шелуху от семечек, орешков, из крупу, от яиц. Не знаю, насколько это эффективно, но мне нравится, что оно способствует мульчированию почвы. Не знаю уж, насколько там кальций попадает в нее, но я не отказываюсь от этой привычки никогда. Вот здесь рассыпана скорлупа и шелуха от семечек. Она и лагу сохраняет, потому что... А сейчас вот я тут ее рассыплю под грушу. Тоже будет неплохо. Можно растопчать. И влечить в коробку. И раскидать побольше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова